Что значит игра происходит на двух полях? Две фишки. Это значит две фишки. Пусть одно игровое поле, вот такое, а другое игровое поле нарисуем что-нибудь попроще. Start. Так. 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 И отфишки. Вначале есть фишка здесь, и фишка здесь. Игроки каждым своим ходом выбирают одно из двух полей и делают ход. Или здесь, или здесь. Выиграет тот после хода, который и здесь, и здесь фишки окажутся ровно фишки. Каким образом анализировать такую ситуацию? Заметьте, это совершенно новая для нас вещь. Здесь была ситуация, одну игру, правильно? У нас здесь расставлены проидж, проидж, проидж. Смотрите, мы здесь узнали, что игра проиджа. А если нам поставят фишку сюда и фишку сюда, эта игра будет выигрышна, или она будет проигрышна? А почему? Если мы играем сначала первое, то потом второе у меня тоже проиджа. Не понимаю. То есть вы хотите договориться с противником, что сначала мы сыграем здесь, доиграем, а потом мы сыграем здесь. Как-то это очень сомнительное предложение. А если наоборот, то тоже проиджа. А что-то наоборот. Противник вообще может не согласиться на вашу идею сначала сыграть до конца на одной доске, а потом перейти на другую. Ничего подобного. Это может ему оказаться просто невыгодно. Ребят, ситуация, видно, что тяжело. Непонятно, что делать. А главное, непонятно, как рисовать эту картинку. Потому что, чтобы действительно все это изобразить, я должен был вот такую картинку нарисовать здесь, в каждой лепшине. Правда? То есть мы входим по этой позиции и носим с собой еще какую-то штучку. И иногда можно сходить в ней, это тоже считает сход, а можно целиком перетащить эту штучку ниже. Замечательно, как это себе представляет, геометричество? Ой, я понял. Если он решил перенестись из одной доски в другую, то P и V поменялись местами. И надо еще раз сходить, чтобы они обратно поменялись местами. Все намного хуже. Все намного-намного ужаснее. Мне почему-то кажется, что вот если дать вам такую задачу, наверное, дать, то вы ее не решите. Просто вот никто из присутствующих, за четыре часа ее не решит. Не потому, что она безумно сложная, а потому, что вы запутаетесь. Понимаете, а я пошел, а он мне ответил, а я на это ответил, а он мне тогда пошел. И произнеся такие фразы несколько раз, вы обязательно запутываетесь. Что вы думаете? Ребята, на самом деле, сейчас есть два варианта. Либо я действительно вам рисую картинку и рисую в каждом месте этой картинки, какую не висюте. Или же... Ну, воды как-то удивительно неприятно устроены. Мне будет очень трудно ее нарисовать. Или же вы согласитесь на то, что я начну с гораздо более простой игры. Можно? Будет лучше, правда. Если я сейчас не буду пытаться сразу проанализировать вот эту сложную, а я возьму совсем-совсем простую игру и в ней узнаю, какая ситуация выигрышная, какая проигрышная, а потом подумаем. Итак, вместо вот этих двух игр, давайте их назовем первая игра и вторая. Вот это была игра номер один, вот это вот игра номер два. Я рассматриваю совсем простую игру номер три. Вот она какая. Перед вами лежат несколько конфет. Вы можете за один ход взять одну или несколько конфет. кто взял последнюю конфету в игру? Надо взять все сразу. Молодец. Эта игра заканчивается за один ход. Казалось бы, абсолютная глупость. И так, но тем не менее, запишите, пожалуйста, конфет. Эта игра имеет, давайте я нарисую такой граф. Потому что все-таки, хоть она и очевидная, хоть и все просто, а графу все равно надо нарисовать. Граф вот какой. Есть финишная ситуация, да? Когда ноль конфет. А есть начальная ситуация, ну, например, вот эта. Так вот, можно съесть одну или несколько конфет. Это означает вот что. Что из любой точки идут стрелочки во все более низкорасположенные точки. Из каждой точки можно пройти в любую нижерасположенную. Тот, кто первым попал в низкого игру, то есть, кто еще попал, это и есть мотивация. Когда вместо того, чтобы решать вот такую задачу первую, или даже такую, вторую, вы берете и решаете задачу, ну, казалось бы, совсем спешную. В этой задаче у нас что? Все поля выигрышные, правильно? Все поля выигрышные. А, кстати, проигрышной ситуации вообще нет. Ну, в том смысле, что проигрышная ситуация, это как раз и есть финиш. Мы действительно, если нам дали ноль конфет, наш противник только что выиграл. В этой игре ноль конфет, значит, тройкаш, а любое, ненулевое количество конфет означает, что можно их взять и выиграть. Замечательно. Зачем я это сделал? Вместо ситуации, когда у нас первая игра на одной доске, вторая игра на одной доске, я сейчас хочу посмотреть ситуацию и момент, когда у меня на обеих досках вот эта задача. Задача абсолютно очевидна, что называется, совсем-совсем-совсем очевидна. Но, тем не менее, ситуация, когда... Один и два, тяжелая. Я ее сегодня решу, но это трудно. А вот ситуация, когда 3 и 3, она легкая. И мы ее с вами сейчас можем решить. Кто нам расскажет? Первый игрок в любой из досок выигрывает, а второй в оставшейся доске тоже выигрывает, и второй результат. А, вот это по вашему соглашению. То есть вы у нас джентльмен, который считает, что нечего путаться с досками, надо просто... Дали нам две доски, надо на одной и все взять, а противник все возьмет на второй доске, и на этом закончится. Ну, противник выигрывает. Может быть, все-таки есть какой-то... Другой... Какая игра? Две доски, два-три конфеты? Есть две лучших конфет. А сколько конфет? Ну, не знаю, сколько там. Не знаю, в одной, скажем, 10, в другой 7. За один год вы можете из какой-то одной кучки взять сколько хотите конфет. Второй, потому что первый берет определенное количество, конфет с одной доски, а второй и такое же количество с другой доски. Такой, если с другой? Да. Да. А у них второй, там, на спереди, сидают все конфеты, с две доски. Одна и два с другой. Мы уже поняли. Мы уже поняли, если целиком съесть с одной доски, то противник ответит тем же на второй. Слушайте, дайте я у них выйду. В одной из... Коль, ты большой. Зарежда? Есть две кучки конфет для определенности. В одной 7, в другой 10. За один год из любой кучки, ну, если там не ноль, конечно, если ноль, уже ничего не забрать, из той кучки. Но здесь в кучках не ноль, то можно из любой одной кучки взять сколько хочешь конфет. И, соответственно, кто взял самую последнюю конфету, тот выиграл. Да? Смотря на то, сходить, в какой, если он может выиграть, например... Нет, ребят, то, что может выиграть, если мне интересно, кто выиграет при разумной игре? Бегу. 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 Как он будет выиграть? Например, в кучке 7, он возьмет 3, противник возьмет противника... То есть, и получится ситуация 4-10, да? Да. Да, что у вас? Я думаю, что вот в кучке, где 7 конфеток, нужно съесть, в кучке 6 конфеток, остались в меру. И в кучке, где 10 конфеток, взять 9... Секунду. Вот если вы из кучки, где 7, возьмете 6, то там останется одна. А смотрите, что дальше я могу сделать. Я могу в кучке, где 10, взять 9, и остается тоже одна. А когда осталось 1-1, и ваш кок, то вы, конечно, из одной из этих кучек возьмете одну. Но после этого что? Противник возьмет. Вот и все. Думайте, не то. Ребята, а для чего мы учились ставить буквы B и V? Буквы B и B. Понятно, что если 0-0, то это проймочная позиция. Наш противник только что взял, соответственно, мы проиграли. Все эти позиции какие? Выигрышные. Почему они выигрышные? Потому что в одной кучке 0, а в другой или 1, или 2. Вот что такое это сопляточка? В одной кучке 10, а в другой кучке 7. Понятно? Так, значит, здесь все выигрыши. А здесь что? Здесь тоже везде V, V, V. Господа, я уже довольно существенно через таблицу на полную. Кстати, обратите внимание, как изображаются входы в этой игре. Когда вы берете листой кучки, где в начале было 10, это называется сдвиг налево, на ту или иную на эту клеточку. Когда вы берете листой кучки, где в начале было 7, это сдвиг вниз. Старк у нас, сами понимаете, вот эта плетка. Вот. Финиш вот эта плетка. Так, замечательно. Про выигрыш. Потому что у нас есть вход сюда и есть вход сюда. Но на самом деле, когда есть по одной конфете, то какую их не бери, противник съест другую. Как только вы написали сюда в купе, что происходит сразу? А все остальные в этом столбце, вверху и здесь справа. Правильно? То есть заполняется вертикально вот так вот столбец. Так. А здесь что? Не слышу. П. Здесь П. А сюда что пишем? Да. Пишем проигрыш. Слушайте, вы уже догадались или нет, какая будет система? Да. По диагонали будут все проигрыши. да. А вне будет что? Оказывается, выигрышные позиции бывают разные. Вот смотрите, ребята. У меня здесь есть этот граф. Он абсолютно смешной. Внизу ВП, а здесь везде ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ. Казалось бы, я мог бы так сказать, что есть проигрышная позиция и есть еще там неважно сколько выигрышных будет бесконечно много. И все они выигрышные, все за один год идем в проигрыш. А вот оказывается, оказывается, если вы берете и эту игру делаете на два пуля, то есть два цепляра этой игры, оказывается, будет очень важно игрышная на каком уровне. Смотрите, в чем у нас здесь состоит выигрышная стратегия? Уравнивать количество пучков. Согласны? Да. Уравнивать. Понимаете, что это не такая уж сложная игра? Если 7 и 10, выигрывающий ход какой? Более 7 и 10. Куда именно выигрывающий ход? В 7-7. Более 7-7, конечно. Вот оказывается, нужно выигрывающие поля что-то еще знать. Я просто сейчас перехожу в более трудные части занятия. Поэтому мне крайне важно, чтобы хорошо конверировать. С чем у нас началась вся эта история? С того, что позиции бывают выигрышные и непрорывышные. Согласны? Отлично. Потом мы вдруг поняли, что бывают игры, когда игровая ситуация это на самом деле игра на двух полях. Правильно? Замечательно. и сейчас в самом казалось бы простом случае, когда у вас вот такая ситуация, действительно простая ситуация, когда есть одно поле финиш и из всех других можно прямо на него пойти и выиграть за один ход. Вдруг выясняется, что они все равно разные. Так вот, ребята, для того, чтобы понять, в каком смысле они разные и придуманы числа гранди. Или их иногда называют числа шпрака гранди. Это формирует тевать. Идея такая. Вот в этой самой простой ситуации числа гранди будут расставлены в следующем образе. Вот там, где проймешная ситуация, мы допишем число гранди равное уровне. на дней один, на дней два, три, четыре, пять. Идея такая, если из некоторого поля можно пойти не сразу на проймеш, а пойти на какое-то другое поле, то это может оказаться нам полезно в ситуации, когда есть доска на двух полях. Итак, вот эти числа это были не просто количество конфет, а это были числа гранди. И это были тоже числа гранди. Ребята, а вот сейчас я сделаю очень важную вещь. Я сотрудник BV в этом углу. Ну, вам, наверное, нужно вы написать. Я просто мне жалко если вот туда написать таблицу. поэтому я сотру эти буквы B и B и вместо них напишу числа гранди игры, которая состоит вот в том, что у нас есть две кучки. То есть такой игры с двумя кучками. Оказывается, это можно сделать. Оказывается, что ответ будет очень симпатичным. Еще, если можете таблицей возьмите не до синих, а до пятнадцати. То есть таблицу сделайте побольше. Принцип выполнения я его сейчас объясню. Он простой. Но как только вы это сделаете, просто вам захочется до конца заполнить, потому что это действительно просто. Итак, сначала я просто объясню правила некоторых правилей. Почему оно такое михлипатурм? Но сначала просто некое жесткое правило образования чисел грани. Представьте себе, что из некоторой позиции ведут ходы в позиции, у которых мы уже знаем числа грани. Ну, например, здесь число грани 0, здесь 2, здесь 1, здесь 6, здесь ну, например, 17. В таком случае в это место выставили наименьшее неотрицательное число, которого здесь нет. 3. Да. В данном случае это будет число 3. Поскольку это правило самое главное всего 4 занятия, давайте я его напишу. Давайте я в вершине обозначу А1, А2 и так далее. Ахатая, а я в вершине обозначу В. В вершине пишем наименьшее, наименьшее целое неотрицательное число, которого которого нет, которого нет у вершин 1,2 и так далее. Давайте я просто пройдусь по этой таблице и по этому правилу все будет. Смотрите, вот здесь ну, собственно, это начальная позиция. Вы помните, что это В это 0, поэтому, разумеется, число гранди это будет число 0. Вход и ведет отсюда в 2. Что сюда писать? 1. 1. Абсолютно верно. Конечно, сюда надо писать именно 1. А вот отсюда у нас есть вход и сюда, и сюда. Что писать? 2. А отсюда? Ребята, вы просто пока не схитностно пишем, пишем, пишем все числа от 0 до бесконечности в этом станции. Ну, и грана симметрична, поэтому здесь то же самое пойдет 1, 2, 3. То есть, вот эти столбец и строчка заполняются числом гранди совершенно без проблем. Дальше интереснее. Дальше намного интереснее. Что здесь? Можно пойти в единицу, можно пойти в единицу, что сюда писать? 2. 2. Нет, не 2. 0. Ребята, в вершину пишем наименьшее число, которого нет. 0. Здесь есть единица, единица, а нуля как раз нет. Все понимают? 0. Сюда надо писать 0. А сюда что? Нет, не 1. Отсюда можно пойти на двойку, можно на 0, можно на единицу. 3. 3. 3. 3. Так, ну автоматически сюда. 3, да? Так. Теперь отсюда, куда можно пойти? 0. На тройку, можно на двойку, да? Нет, не 1. Смотрите, у нас ходы разрешены только по горизонтали и вертикали. Нам запрещен такой ход. Поэтому здесь, конечно, 0. Так, а вот сейчас очень интересная штука. Понимаете, посвященная публика, что вот в этом столбце 0 и 1 уже нигде не будет. Замечательно. А в этой строке тоже будет. На самом деле тройки, да? Да хорошо, а здесь что будет? А если потом? Два. Два. Потому что двойки нет. Здесь, не здесь. Хорошо, значит, здесь у нас будет 2. Так, а здесь что будет? В единицу можно, в двойку можно, в тройку можно? В пять. В четверку можно. Здесь будет 5. А здесь что будет? 4. 4. А здесь? 7. Так, а здесь 2, 3, 4, 5, 6. Как интересно. А здесь что будет? 6. 6. 6. Здесь 6 не будет еще. Здесь будет 6. Правила заполнения я вам рассказал. Там, где были правила, там все время 0 будет. Это вы хорошо придумали. Там, где B, везде будут 0. Это действительно правда. Очень красивая штука. 7. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. 4. Сюда? Да. А что, 4? Хорошо. А туда 5. А туда 5. А туда 5. Хорошо. Так, а сюда? Сюда. А сюда симметрично. Правильно? 1. Симметрично, поэтому я прямо так и пройду. 1, 6, 7, 4, 5. Так, и здесь, кстати, я забыл. Вообще-то надо было пройти. 7, 6, да? 7, 6. А, кстати, здесь что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9, совершенно верно. Вот, значит, я сюда пишу 9. Так, очень интересно. А сюда что пишу? 8. 8, вы абсолютно правы. А сюда что пишу? 11. 11. Вот, ребята, интересно, в какой момент вы видите скономерность? Потому что пока достаточно так разбегаются глаза, не очень видно, что происходит. Что? Я поняла. Поняла, очень хорошо. Что сюда писать? 7. 7. 7. А поняла что? Ну, вот, станция, цифры. Вы иди, скажи, что на мягкости. 10. А как еще ледуется, сразу же она увеличится. Ну, а вот, можете вы сказать, что будет в самом, там, где 7, 10? Какой число вы дописали. Вот. А цель состоит в том, чтобы сразу вы могли указать тот же слой. Не так, чтобы до него когда-нибудь дойдем и поймем, а сразу написать. Так что, пока еще мы не поняли. Так, хорошо. 1, 2, 3, 4, 5. Сюда что писать? 6. А сюда что писать? 5. 5. А сюда? 4. Так, вот, господа, я не знаю, можете ли вы уже увидеть, но мне кажется, что уже пора это видеть, что здесь возникают такие забавные штуки, как 7, 7, 7, 7 или 4, 4, 4, 4, 4, не знаю, видите ли это? А вот здесь вот что вы видите? Все семерки. А здесь что будет? Все четверки. Вот, господа, я хочу сейчас остановиться, потому что я полностью заполнил 4 столбца и на самом деле могу считать, что заполнил 4 строки, потому что здесь у меня будет 6, 5, 4, что там дальше идет? 5. А? Вот здесь вот что пойдет? 10. Смотрите, здесь идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, здесь 10, здесь что? 11. Здесь 11, да. А здесь 8. 8. Здесь 8, да. Здесь 8, отлично. Итак, давайте посмотрим на этот момент. У меня сейчас, конечно, пустая вот та доска, и я по правилам Гранди должен работать с такой возникшей доской. господа, что я четко понимаю. Вот здесь вот, каких чисел у меня, ой, как это вам понятно сказать. Вот, смотрите, вот из каких чисел состоит этот квадрат? Да? 4, 5, 6, 7. Из каких чисел состоит этот квадрат? Словно, расчертий вот так вот. Вот так. И вот так. И я вам задаю простой вопрос. Понимаете ли вы, как быстро заполнить вот этот квадрат? Что я должен сейчас сделать? Абсолютно верно. Вот этот квадрат, квадрат размером, да, 4 на 4. Я просто беру и передвигаю сюда. Господа, это очень важная, простая призма. Я не обязан высчитывать каждую клеточку. А я просто беру вот этот квадрат и сюда ставлю. Давайте это я сейчас сделаю даже, наверное, тут очень быстро. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 2. Да. 1, 3, 2. 2, 3, 1. Я копирую просто. И 3, 2, 1. И 2, 1. И мы запоминаем, что квадрат размером 4 на 4 просто был перенесен. А вот теперь очень важный следующий вопрос. Какие числа в этом здоровом квадрате размером 8 на 8? В каждой строке какие числа? В каком-то порядке все числа 0 на 7. Согласны? Замечательно. А что это будет сразу означать? Это будет означать, ребята, простую вещь. Что когда вы будете заполнять вот такого квадрата, размером 8 на 8, то там не будет ни одного нуля, ни одной единицы, ни одной семерки. Там будут только все числа, начиная с 8. А всем тем числам надо прибавить 8. Вот. Молодец. К всем вот этим числам надо прибавить число 8. Господа, мне это тяжело делать на доске. Я спросил вас в тетраде написать там побольше. Пожалуйста, хотя бы примерно. Я на доске просто напишу следующее. Прибавить число 8. Хорошо. Теперь такой вопрос. А когда я беру этот же квадрат и сдвигаю его вверх? На те же 8 лет. То что будет? Прибавить 8. Согласны? Прибавить 8. Отлично. А вот тот такой пустой, ну... Вот этот скопирует, правда? Идея понидая? Кстати, обратите внимание, здесь ситуация была такая. Вот этот был квадрат 4 на 4. Мы его сюда скопировали, а здесь мы к нему прибавили 4, и здесь к нему прибавили 4. Или был квадрат 2 на 2. Сюда мы его скопировали, здесь прибавили 2, здесь прибавили 2. Здесь был квадрат в квадрате, сюда скопировали, а здесь прибавили 1. То есть принцип образования на этой доске чисел Гранди, он очень простой. Если уже заполнен квадрат размером 2 в степени n на 2 в степени n, числами от 0 до 2 в степени n плюс 1, прибавляем 2 в степени n, копируем его направо и вверх, и, сдвигая в трагонали, просто числа не меняем. Замечательно. Вот оказывается, что то же самое правило можно сформулировать чуть-чуть по-другому, если пользоваться двоичной системой числений. Вот давайте вспомним, как число 10 записывается в двоичной системе числений. Это 8, 4 нет, 2 есть, 1 нет. Как записывается число 7? Это единица, единица, единица. Отлично. Вот, господи, давайте подумаем, что значит, когда идешь на 2 в степени n. Это же соответствует тому, что вы старший разряд зачеркиваете, число фактически, да? Или, там, вы приписываете единичку в старшем отрядах. Ну вот. А что значит сдвигаешься в диагонали на 2 в степени? Это значит, 2 единички в старшем отряду убираешь. То есть, я на самом деле должен пройти, в каждом столбце посмотреть, у меня четное число единицы или нет. В данном случае еду, здесь пишу единицу, здесь пишу 0, здесь пишу единицу, здесь пишу единицу. 1, 1, 0, 1. Это что за число? 8 плюс 4 плюс 1. 13. Ну да, проверяйте, пожалуйста. Число грани из 13. Заметьте, я не высчитывал всю эту таблицу. Ну, для тех... Что? Я вам 12. Как 12? Там, где 7 и 10, там оно точно будет нечетное. Так, я давайте покажу, как это делается. 7 надо прибавить 8, это будет 15. 6 прибавить 8, это будет 14. И в 5 прибавить 8, это будет 13. Вот такой стрип вот этих чисел вот сюда. Замечательно. Ну ладно, может до конца там, до конца запутано. Значит, прибавляешь 8, это будет 11, 10, 9, здесь будет 12, 15. Так, здесь 8 плюс 6, это 14, 15, и здесь вот у нас будет 15. Поняли, как высчитывается числа грани? Поняли? Так вот сейчас мы с вами идем к этой доске и попытаемся применить нашу науку о числа грани к задаче 1 и 2. Проставим везде числа грани к задаче 2 и попытаемся объяснить, как же в нее играть в эту замечательную идею. Вы уже помните, что для получения числа грани надо вставить вместо нуфы, то есть что? Нули. Кстати, я это и так не доказал. Может быть, в итоге все-таки можно это объяснить? Почему, если вы расставите числа грани, то те позиции, где написаны нули, где числа грани равны нулем, почему это и есть? Финиш имеет число грани 0, клетка имеет 0 тогда и только тогда, когда все ходы ее передвигают в клетку с числом грани не 0. Абсолютно верно. И число грани. Вот, когда у нас было определение числа грани, что значит, что сюда можно написать 0? Это значит, что здесь не нули. То есть из позиции, где 0, все ходы ведут в позиции, где не нули. Они у нас будут называться выми. Ну а если клетка, в ней число грани не 0, то существует ход в 0. Да. А из-за того, что финиш 0, по определению пройвочной позиции. Отлично. Значит, с нулями мы разобрались. С нулями мы разобрались, вот они, число грани равны нулю. Будьте добры сказать, какой число грани здесь. Раньше была написана буква В, теперь какой будешь выграть? Говорите уже? Один. Один. Так, здесь была буква В, теперь будешь выграть? Один. Один, потому что идет только сюда. Да, а здесь? А здесь 2, потому что ведем сюда и сюда. Очень хорошо. Так, здесь вот у нас, смотрите, здесь 0. Так, отсюда ведет в двойку и в 0. Значит, здесь что? 2. А на самом деле? Один. Один. Если мы сюда и сюда идем. Так, дальше здесь у нас 0 и все правильно. Отсюда ведет в 0. Значит, здесь что? Один. Один. Так, здесь 0, здесь, кстати, здесь что будет? 2. Здесь будет 2. Так, ну все нормально. Здесь в единицу ведет, да, все хорошо. Так, отсюда ведет в двойку, в единицу, в ноль. Значит, здесь что? Здесь все грани равно 3. Так, ну и на старте. Отлично. Так, хорошо. Так, теперь идем сюда. Расставляем число грани здесь. На финише у меня должен стоять 0. Что писать сюда? 1. 1. Сюда что писать? 1. 1. Что писать сюда? 0. 0. 0. Вмечательно. А теперь смотрите. И здесь 0. И здесь 0. Это что означает? Как будет выглядеть наша игра, если и там 0, и там 0? 0 плюс 0 сколько? 0. Ну что, ребята, получается, что я не очень удачно играл два игровых поля. Я их действительно рисовал абсолютно случайно. То есть у меня такая ситуация. У меня и на этом поле проигрываешь. И на этом поле проигрываешь. Но тогда понятно, что каждый раз на противне будет отвечать на том поле, в котором мы только что сходили. И мы действительно проиграем. Хорошо. А давайте представим себе, что чуть-чуть ситуация будет другая. Я чуть-чуть изменю вот это поле. Стартовую позицию поставлю вот сюда. Вот представьте себе, что у меня стартовая позиция будет вот такая. Я могу пойти сюда, 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 ну и, например, еще сюда. Вот это вот старт. В таком случае число кранки здесь будет равно 3. Замечательно. Давайте еще что-нибудь я изменю на этой позиции. Ну, представьте себе, что я дорисую, например, так. Если здесь число 3, а здесь число 2. Скажите, пожалуйста, какая будет результирующая ситуация? Чему будет равно число кранки, когда кранки в одном месте 2, потом 3? Посмотрите, что там лица. Вот здесь 3, здесь 2. Вот здесь 1. 1. Но в двоечной системе это совершенно понятно. Потому что как написано, что здесь число 2, как 2 единичные. Как написано, что здесь число 2, как единица и 0. Здесь будет 1, а здесь еще получается 1. Таким образом, у этой доски число кранки равно 1. И, значит, позиция будет какая? 2. Вы. Когда мы с вами смотрели на эту таблицу, то нам казалось, что мы исследуем крайне простую игру. Когда есть 2 кушечки конфет, и можешь взять сколько угодно, но только из этой кушечки. Оказалось, что это одна из самых-самых простых игр, и она неинтересная. И вдруг выяснилась потрясающая вещь. Вот эта таблица дает ответ для любых двух игр. Лишь бы в них были проставлены числа 3. В общем, мы всегда в математике часто так думаем. Когда рассматриваешь, казалось бы, простую ситуацию, но если вы ее правильно, если вы разумно осмотрели, то вдруг оказывается, что... А ничего, кроме этого, не бывает. Андрей Николаевич Комагустов, очень уважаемый институт, это не из замечающих ученых. Когда его, как-то, попросили ответить, какие задачи решает математика, то он ответил немножко парадоксальному образом. Математика изучает простейшие закономерности, какие-то факты, простейшие черты, окружающие нас в жизни, природой, в жизни. И дальше добавим. Более сложные закономерности обычно не поддаются никакому случаю. Важно понимать, господи. В математике иногда происходит, что называется, великие короли. Там не решали, не решали, не умели ничего делать, вдруг придумали, научились решать какую-то задачу. Это бывает на самом деле нередко. То есть вот мнение, что в математике каждый день по тысячам ответить, это ничего подобного. Конечно, какие-то там конкретные задачи, действительно, много разных задач решают, но в большинстве случаев это все перепела одного и того же. По-настоящему, что называется, новое, оно возникает не так часто. Но когда оно возникает? А вот тут ситуация, когда вдруг удается понять, что целый класс игр, вот анагоменный класс игр, на самом деле не таит в себе ничего ли сложного, чем вот эта вот таблица, чем сумма двух игр, когда в одной куче местных конфет, и в другой куче местных конфет. Что, оказывается, ничего более сложного нет. Пока мы имеем в виду сетьми чистых игроков, мы принципиально свели любую игру, являющуюся вот в таком типе игрок, к вон той таблице. Правило, смотрите, какое. Если вы имеете какую-то позицию, то вы вычисляете ее число гранди. После этого вы смотрите, как сделать выигрышный ход. А что значит сделать выигрышный ход? Это значит получить позицию, чтобы число гранди было нулем. Это всем понятно? Это всем понятно. Замечательно. Вот давайте разберемся в этой ситуации, когда здесь число гранди 2, а здесь число гранди 3. Скажите, пожалуйста, как сделать выигрышный ход? Ведь у меня реально есть не какие-то числа гранди, а у меня есть фишка вот здесь, какая-то, не знаю, там, фишечка. И у меня есть какая-то фишка здесь. Вот они стоят. Я должен выиграть. То есть в теории я знаю, что такая сумма гранди чисел 2 и 3, она равна единице. Поэтому я должен выиграть вопрос сразу. Надо сходить в не нулевое число гранди. Надо сделать, чтобы число гранди стало нулем. А что для этого сделать? А? Ребята, а для этого надо уравнять на этой и на этой доске чисто гранди. Согласны? Отлично. Здесь двойку видите? А здесь она самая двойка. Значит, я беру и передвигаю мою фишку на этой доске вот сюда. Стало число гранди 2, и на этой доске осталось 2. Что будет сейчас вынужден сделать моим противником? А двой из этих фишек он сходит и изменит число гранди. Ну, например, вы подойдете? Так, ну, выбирайте. Куда бы я пойти? Сюда или сюда? Сюда. На единичку. На единичку. Выбер сюда, пожалуйста. Отлично. Перенес фишку сюда. Это мой противник. Перенес фишку сюда. А я куда переношу? С двойки. Тоже на единичку. Вот теперь оказались вот здесь. Мой противник пойдет, ну, например, вот сюда. Он пошел на ноль. Я куда пойду? Я тоже пойду на ноль. И все, кстати, там же больше не играем. Теперь он пошел, ну, например, вот на эту единицу. Я, наверное, что делаю? Ой, не могу. Хочешь сделать, что не могу. Извините. Он обязан идти здесь только на двойку. Он пошел на двойку. И вы пошли на финиш. И я пошел на финиш. Все, я пошел на финиш. Ну, я не знаю, понятно ли или нет. Я рисовал эти фишки. Ребята, в любом случае, принцип очень простой. Вы добиваетесь, чтобы после каждого вашего входа число гранди, сумма этих двух игр, оказалось бы нулем. То есть на самом деле, чтобы фишки стояли на точках с одинаковыми числами гранди.